На очень эгоистической платформе. У них любовь это жесткая эксплуатация, жесткая. Обычно такие люди привязаны к грубому сексу, к спиртному, привязаны к мясу сильно. Эти три вещи взаимодействуют с любовью в невежестве, когда любовь означает жесткая эксплуатация. И в этом случае, если любовь является жесткой эксплуатацией, очень трудно человеком быть вместе. Почему вот эти три вещи я назвал? Потому что мясо развивает грубую эксплуатацию плоти, желание наслаждаться плоти. Это проявление любви тоже. Как у меня две сестренки есть вдвоем, но есть родная. Семь лет вместе сидели, смотрели про курочку мультик, там такой кто-то странный мультик, курочка бегала сначала, веселилась. И одна сестренка говорит, я люблю курочек, когда они веселятся, бегают. А потом другая сестренка, когда ее зажарили, курочка, она говорит, я люблю жареную. И то, и другое любовь. Это любовь. Но когда ты любишь жареный курочек, то эта любовь называется вожделением. И желание эксплуатировать, грубо эксплуатировать чужую плоть. Поэтому, когда человек ест плоть, у него развивается привязанность и способность быть самодостаточным уменьшается. Он зависит от плоти. Эксплуатировать. Не отдает, а берет. Берет чужую жизнь для того, чтобы жить. Берет эту жизнь. Зависит от того, чтобы убивать чужую жизнь, чтобы сам мужик. Но посмотрите, человеческое существо как устроено. Мы же можем просто яблочком питаться. Молочком. На молочко же ты ничего в жизни не берешь, правда? Просто пьешь молочко. Это энергия любви коровы. И так далее. То есть, есть пища, в которой меньше насилия. Насилие все равно есть, когда корень, корнеплод вырывается, вырывается душа. Растение находится в основании корня. Вот у дерева в основании корня душа. Если срезать, вот так вот, что-то вырастет. Нижние кусочки, части корня, срезать, тоже что-то вырастет. А если основание подпилить, то все. Дерево погибло. Потому что там душа находится. Поэтому даже растительную пищу, гонитиму, все равно ходит в насилие, мы совершаем. Но деревья, они, у них сознание называют сон без сновидений. То есть, они себя вообще не помнят. Они не знают, они живы или не живы. Просто они тоже испытывают счастье от этого мира. Неосознанно. Как человек спит, и он чувствует, что ему хорошо. А животные, они осознанно живут, чувствуют осознанность, счастье. Но они не развитые. У них эгоизм сильнее, чем у человека. Когда чем сильнее эгоизм, тем больше он покрывает сознание человека. Чем выше покрыто сознание, тем меньше разума у человека. Разум означает осознанность. Поэтому животные, это как маленькие дети. Каждое животное, это стадия развития человеческого детеныша. На разных стадиях. Вот, допустим, собаки и кошки, это где-то несколько дней жизни человеческого детеныша. Может быть, он родился там и, ну, 6-7, ну, даже, ну, чуть больше там, может быть, пару-тройку месяцев пожил. Это сознание кошки и собаки. А рыбы, допустим, это внутриутробный период уже ребенка. Их, у них такое сознание. Но в любом случае, все животные, это как дети малые. Ну, те, кто заводят животных, они это прекрасно ведут. Это как ребенок. Они ведут себя как дети. Даже внешне у них вот это, там, собаки рыпчат, галкают. Но они как дети все равно. Тигры точно так же, поверьте. Когда тигров разводят, они знают, что они как дети. Вот там у них много амбиций, большие дети такие. Но они все равно дети. Все животные такие. Поэтому человеку Бог животных дал для того, чтобы он их защищал. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Есть тонкий секс, это отношения между мужчинами, любовные отношения. А есть грубый секс. Это нужно для зачатия детей. Но если люди сильно увлекаются, у них появляется связь на нижних центрах, очень сильно усиливается. Есть верхние центры психические, через которых идет хорошая судьба. Человек так создан, что у него верхние центры связаны с высшими мирами. С райским миром связаны, с духовным миром связаны макушкой. С райскими мирами связаны лобный центр, головой и сердечным. Три уровня райских планет есть. Верхний, средний и нижний. Дальше идет земной уровень, это солнечная система. Ой, солнечная сплетение. И дальше паховый центр и копчиковый, это ниши и миры. Грубый секс связан с копчиковым центром. И когда люди слишком увлекаются, то у них появляется выход очень большой, тяжелой кармы такой. Очень грубая связь возникает такая. Человек начинает видеть плохое в человеке, много плохого. Очень сильная зависимость друг от друга возникает. Тяжело тебе петь обиду, гнев. Ну то есть люди прямо, они с ума сходят от отношений. Понятно? Надо сдерживать эти побуждения. Ни разу эти люди не могут сдерживать слишком сильно. И здесь нужны какие-то уступки. Развитые люди меньше склонны к этим развлечениям. И вино. Вино разжигает стремление к плоти. Оно разжигает желание мяса и секса. Понятно? Вот то есть, когда человек эти побуждения в себе начинает, как по крайней мере оценивать, что надо уменьшать это понемножку, все эти побуждения. Особенно вино. Не надо разжигать уже вот эти все вещи точно. То тогда возможность к самоконтролю возрастает. Потому что еще раз поймите, что эгоизм человека, эго человека, оно имеет два разворота. Один разворот на себя, а другой разворот на другим. И чем меньше человек хочет себе, тем больше он хочет другим. И вот эти три увлечения, они направляют человека на себя. Или кто такой невежественная любовь, что такое? Это когда очень сильное желание вот этих трех вещей у человека в жизни. Он просто не может, просто умирает без секса. Ему даже жены не хватает, надо еще кого-то. Вот это означает, что нужно дистанцию больше выбирать по отношению к этому человеку. Он не может выражать свои чувства. Он не может благодарность сказать. Он не может говорить о сокровенном. Он не может просто по душам говорить такой человек. Просто не может. Потому что у него психика не готова воспринимать другого человека с позиции служения. Только эксплуатацию и все. И поэтому с невежественным человеком жить очень сложно. Если он в невежестве находится, он не может даже сказать спасибо. Допустим, как выглядит, что невежественный человек. Кроме привязанности к этим трем вещам, он не может сказать спасибо. Не может сказать, как у тебя дела, вот искренне. Он живет просто с тобой. Ты для него как просто присутствие чего-то. Теперь вопрос, а невежественный человек почему дается? Потому что ты же сам так жил в прошлом. Бог так наказывает. Дает тебе твою судьбу восхищаю. Как с невежественным человеком выстроить личные границы? Ну то есть не надо с таким человеком открывать сердце. Он тебе туда плюнет. Выполняй свое служение, заботься, готовь. Лучше всего освященную пищу. Такой человек с трудом будет есть освященную пищу. Ему очень тяжело. Если ты молишься, он вообще его трясет от молитв. Он атеист. Он не любит. Он может быть академиком даже. Но он не любит Бога. Когда Боги говорят, что он начинает напрягаться. Это секта, это все секта. Он не чувствует как бы. Не то что. Есть разные аспекты невежества. Может в этом крен у человека. Может в этом. Но в целом, когда эти аспекты есть, то с человеком надо чуть-чуть на расстоянии его любить. Любить надо. Но от него ждать ничего не надо вообще. Это бесполезно. Чем больше ты чего-то хочешь, тем больше он злится, гневается. Вот если человек плагности, допустим, ты ему что-то сказал, мне надо. Всегда, когда от тебя что-то хотят, то это уже неприятно. Но плагностный человек терпит. Он говорит, плавно сделает. А невежественное нет. Он сразу не выдерживает. Когда от него что-то хотят. Поэтому с невежественными людьми личная граница какая? Пока он не исправится, не изменится, не ждет его ничего хорошего. А чтобы он изменился, надо ему служить, заботиться, молиться и ждать благодарности. Благодарность меняет сердце человека. Он начал благодарность, даже змея бывает благодарна. Не то, что человек. Благодарность этой энергии Бога. И разок тик-ток такое видел. Кошка ей банит ее пищей. И она там Коран вяжет. И она вот так его обходит. Не встает на него. Чувствует Бога. Вот ее манят и пытаются ее затащить на Священное Писание. Она обходит. Не встает на Коранах. Животные на алтарь не прыгают, если служат Богу хорошо, качественно дома. Они не прыгают, кошки на алтарь. Вот куда угодно, туда не будут прыгать. Она чувствует Бога. Когда духовные программы на природе проводим, шмели начинают летать вокруг алтаря. Птички садятся и подчерекивают. Мы поем, они чирик-чирик, чирик-чирик сидят. Ты на нее посмотришь, раз улетают, потом пять улетают. Они боятся взгляда, они пугливые очень. А если не смотреть на них, они сидят, у них своя духовная программа. Чирик-чирик-чирик сидят. Нравится им. Если кошка чувствует Бога. Птички чувствуют Бога. Шмели чувствуют Бога. У меня когда была, у меня был молитвенный тренинг, вот как у нас будет послезавтра, вместе будем молиться. У меня был молитвенный тренинг в Риге. Мы, там природа, все, ухучишь, может прилетать, там птички всякие. Мы сели молиться и начал звук молитвы звучать. Шерчинь, знаете, такое большое растение? Ой, насекомое. И Шерчинь сразу прилетел ко мне на микрофон. Сел. Ну, думал, они везде летают, там, эти Шерчинь. Он прилетел на микрофон. Ну, я только подумал, ну, прилетел, пусть сидит. Чего мне, он не мешает? Я повторял именно ненамного. Шерчинь застыл. Вот такой вот. Ему понравилось. Начал подтряхиваться такой, смотрит на меня. Пополз. У меня и рот вот здесь вообще-то. То есть, он, Пополз, сначала сел вот сюда. Потом вытянул вот так. Сел на задней ламке, вытянул и передний мне в рот. И все ближе, ближе, как бы, приближается. 20 минут. А потом мои помощники смотрят, он уже почти у меня во рту. Я думаю, я не буду мешать ему молиться. Пускочук очень белый, в рот ко мне залезет. Вот. Мой помощник уже подбежал и начал его смахивать. Тот спрятался у меня в штанах. И его еле вытащили там. В общем, Шерчинь был очень обижен. Но даже если Шерчинь чувствует Бога, неужели вы думаете, ваш дурак не почувствует? Шерчинь чувствует Бога. Шерчинь, кошки, птички. Что, мужик ваш не почувствует, что ли, Бога? Обязательно почувствует. Даже если он не ось, то он же все равно человек. Поэтому продолжайте. Ждите. Бог вам поможет. Как только ваш муж начнет на ваши добрые слова реагировать правильно, с этого момента, благодарность уже пришла. И значит, он поменяется. Он станет лучше. Мы говорим сейчас о контакте. Ну, а достраивать личные границы с невежественным человеком, это все равно, что работать с плитой с горячей. Ну, то есть, там можно обжечься. Поэтому нужна четкая, ясная дистанция. И не надо его пытаться воспитывать, понимаете? Пока он не почувствует благодарность, воспитывать его невозможно. Невежественный человек воспитывает только горе. Горе. Если вы будете молиться, он прямо по-настоящему невежественный человек. Бог что им послет для того, чтобы помочь ему? Что послет ему? Испытание. И вы должны быть благодарны. Он когда будет мучиться, а не то, что он начинает. Надо просто знать, что нет другого выхода. Вот такой вариант только, помочь человеку. И он, когда невежественный человек начинает просить о помощи у людей, это значит, что он выходит из зоны невежества. Невежество – это означает грубая, дикая самоверенность. Гранищащая с безрассудством. Человек не слышит ничего мнения, он не хочет ничего знать. Он сам уверен 200% в том, что он делает. Ну, то есть, у него очень сильная зацикленность на себе вот такого человека. И с таким человеком строить отношения очень сложно. Дистанция нужна хорошая. Страстный человек. Кто такой страстный человек? И так невежественный человек – это человек сильно прикованный к себе. Эта прикованность развивает мясо, секс и вино. Запомнили? Если человек просто без этого не может жить, значит, что он не сможет прямо сердечные отношения какие-то строить. Ну, ему тяжело будет. Ну, может быть, внешне это как-то делать, но внутри его глубоко не сможет. Страстный кто такой человек? Но мы говорим о сильной привязанности, понимаете, к этим вещам. Не просто о том, что у человека есть это в жизни, а сильная привязанность – болезнь. Болезненное желание секса, вина и мясо. Значат невежественное существование. Болезнь. Человек не может без этого жить. Помните там юмор, когда он полотенце вот так вот перевязывал, так вот руку? Потому что рука трясется, невозможно пить, а надо. И он полотенце привязал такой и через шею так. Так, одновременно то же самое. Страсть. Что такое страсть? Это человек просто патологически не понимает глубокого счастья, глубокого удовлетворения в жизни. Он знает только удовлетворение душевное, душевное удовлетворение чувствует в своей душе. Подесть, поспать, денег заработать на машину, на квартиру, упахивается целыми днями, работает. У человека в страсти увеличивается занятость, у него снижается свободное время, и уменьшается возможность любить. Он постоянно встанет, в дела. Он сражается за свое существование. У нас больше заработок, больше денег, больше образования, больше денег, больше развиться. Для того, чтобы получить статус-кво. Статус-кво, это, знаете, это непонятная вещь. Он все время меняется. У тебя, допустим, есть там квартира, машина там, дача. Ну, вроде бы нормально. Нет, хочется больше. И так далее. В России чуть-чуть развился, надо в Америку. А я же все вижу, я езжу и там, и здесь. Сейчас в Америке проехал. Там я кому-либо читал? Русским тоже. Украинским. Девушка, вы тоже американ? Американка, а шоу. Евреи много. Быстро, потому что можно израильское гражданство учить и сразу в Америку. Как-то растремятся. Там очень сильная занятость. Люди очень много работают. Гораздо больше, чем у нас. Сильно такая, очень напряженная жизнь. Выживать надо, выживать прямо жестко, очень жестко. Иногда по 11-12 часов, те, кто эмигрировали, в день. Беспросветно. Невозможно выехать из страны, потому что сначала много лет надо ждать грин-карт, потом 5 лет после грин-карт опять ты уже не можешь слишком много выезжать там. Ну, в общем, прикованность такая жесткая ситуация в жизни. Тяжело очень. Потом люди привыкают к культуре, к стране. То есть постоянно гонка вот этого. Надо сначала в России статус-кво получить, потом куда-то свалить. Такая программа у людей. Они как бы вот так вот и постоянно в напряжении. Как вы думаете, есть у человека предел, после которого рушится семья? Вот он в напряжении живет, в котором рушатся отношения с детьми, отношения с женой. Есть предел какой-то? И на это, если на самовыживание все идет, ты сможешь наслаждаться отдыхом, наслаждаться спортом, наслаждаться едой, наслаждаться сном, наслаждаться женой, наслаждаться мужем, наслаждаться друзьями, любимым делом, увлечением, кобби. Можешь? Нет. Работать, работать и работать. Означает страсть. Жизнь страсти что такое? Желание личного счастья преобладает над желанием божественного счастья. Очень сильно. И может быть даже человек и не понимает, что такое божественное счастье. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, я хочу для души работать. Я говорю, моя хорошая, люди работают для того, чтобы выживать в этом мире. Никто для души не работает. Чтобы работать для души, надо делать то, что Богу нравится, а не тебе. Потому что вот это глубокое чувство удовлетворения от своей деятельности идет от того, что Бог этим доволен. А это означает, что уже не Богу, уже не просто работает. Надо бескорыстно что-то делать. В какой-то степени отдавать что-то Богу, для Бога жить. В какой-то степени. И когда это удовлетворение приходит, человек теперь сейчас снимет. Нормально заткните, пожалуйста, все уши. Что я сейчас скажу, это не обязательно вам слышать. Когда глубокое, я типа тише, как я говорю, когда глубокое удовлетворение приходит в сердце человека, у него пропадает сильный интерес к материальному развитию. Не так хорошо. Он чувствует счастье от природы, от людей, от Бога. Может, так много денег надо? Но у него появляется очень сильное развитие. Это вот когда люди деньги зарабатывают, у них развитие горизонтальной природы мира. Чуть-чуть человек лучше становится. Потому что у него больше опыта в жизни, больше возможностей зарабатывать. И растет его статус. Но когда человек развивается душевно, его статус растет вверх. У него качества меняются, личность. Он становится более серьезным, более ответственным, более проницательным, более душевным, более жизнерадостным. Больше любит людей, больше терпения, больше самообладания, больше концентрации внимания. Больше мудрости. Больше знаний. Развивается вверх человек. Статус меняется в жизни. Сильно. Человек. Статус меняется, заработок будет меняться. Вот и все. Это тоже развитие. Но оно совсем другую природу имеет. Человек поддерживает свое существование, работой. Но нужно оставаться в свободное время. На жену, на детей, на развитие, на Бога, на молитву, на счастье в жизни. На счастье. И когда человек развитый, то он тогда может счастье и на работе испытывать. Вот тогда уже можно говорить о личных границах. Потому что для этого человека личные границы, это не отгородиться от всех и жить так. Олег Геннадьевич сегодня мне расскажет, как некогда. Личные границы. Сейчас они меня никто не трогает. Нет, это не личные границы. Что такое личные границы, сейчас будем изучать. Как они чувствуют. Опять мы говорим об изменении сердца. Мы говорим о том, что надо свое чувство собственного достоинства от себя развернуть к другим. И сильная прикованность к себе означает невежественная жизнь. Вообще семейная жизнь почти невозможна. Счастливая. Дальше. Средняя степень прикованности называется к себе жизнь страсти. Это называется расширенный эгоизм. Я живу для своей семьи, для своей страны, для своей веры, для чего-то своего. Это называется расширенный эгоизм. Как бы грибу на себя все равно, но шире. И есть отсутствие эгоизма. Человек начинает видеть другие веры, что там тоже есть Бог. Он начинает видеть, что все люди одинаковые. Для него все страны хорошие, все люди хорошие. Нет врагов, нет друзей. Он всех любит. Людей на земле. Классно же так же. Приехал в Россию, в России хорошие люди. Приехал в Белоруссию, в Белоруссию хорошие люди. Приехал в Германию, в Германию хорошие люди. Приехал в Украину, в Украине хорошие люди. Приехал в Америку, в Америке хорошие люди. вот я везде туда ешь везде хороший день вот я в германию приехал там чем не сказали русский швайл не с радостью понятно сама металли там не фили чту устроен в америке тоже очень прием был такой очень прекрасно все были счастливы скучали классно же также и вам страшно не правда все веры тоже разные знаете как классно связь изучать в разных духовных традиций так прекрасно она везде разные но она вся везде одна и тоже и начал смотреть про жизнь святых разных традициях просмотрел несколько католической вере там падре пиво фильм просмотрел мать тереза и так далее много разных святых я смотрел очень понравилось христианство православной вере святые серафим сорок и сергей радунический прекрасно тоже прекрасно и так далее все изучать так любить людей любить разные веры жить полноценной глубокой жизнью это расширенное сознание более широкой сознанием надо себе воспитывать быть выше ненависти злобы при этом есть дела страны допустим это нормально мы же не знаем чё как это нормально а есть моя жизнь и в своей жизни нужно всех учиться любить боже не сказал купить только свою нацию правильно он сказал всех надо возлюбить все людей ближние он же как действовал на это же было самое первое чем было его обвинение он перестал любить только евреи он начал милость управлять на он пошел в сирию там начал много исцелять людей на вертся начал мишек сословий исцелять людей делиться хлебами с людьми другой веры греки начали у него появились даже греки последователь другой веры это главное было первое обвинение что печок как бы предаешь евреи наоборот не предавал он просто понимание веры расширил показал что все люди могут верить бога все дети и все его дети и все нации и народы когда человек культивирует все правильно благостное настроение то тогда у него появляется глубокое удовлетворение внутри понимание у женщины понимание появляется кто такой мужчина как сделать его счастьем мужчина мужчина появляется понимание что такая женщина как ее сделать счастье вот как вот мужчина должен воспр Perrin он должен воспринять что она такая очень крупкая ранимая чувствительная она любит людей К ней надо относиться как к хорошему человеку всегда. Вот маленькая девочка, она когда только начинает соображать, она как себя ведет? Вот как она ведется? Она показывает всем, что я хорошая. Она очень хорошая, она все должна, она будет все правильно делать, слушаться маму, в школе, все слушать, делать как надо, правильно все делать. Если мальчик что-то делать, не так, не сделать замечания. Почему не делаешь все правильно? Не хочется быть хорошей всегда, девочки. И поэтому как к своей жене надо относиться? Очень хорошая. Ей так она будет чувствовать о счастье, что она очень хорошая. Так? Если женщина читает плохое, это нормально? Нет. Не согласна. Я хорошая. Теперь мужчина хороший, нет? Нехорошая. Нехорошая он. Мальчика маленького спросит, ты хорошая как меня? Ну это нафиг не надо быть хорошим. Мужчине надо быть сильным. Достановить, что он не бедоносец, а победоносец. Она его уважает, как человек. Он будет развиваться тогда. Женщина будет счастливой, красивой станет, если ее считать хорошей. Иначе она будет терять красоту. А мужчина, если его считать, что он сильный, может, вдохновлять его, тогда он будет крепнуть, становится сильнее, лучше. Сначала немножко обнаглее. Женщина тоже, если ее считать хорошей, она быстро обнаглее. Начнет командовать. Требует себе побольше чего-то. Политикой с тобой заниматься своей женской. Подстраивать тебя под свою жизнь. Ты станешь частью ее жизни. Ну ты можешь потом ее воспитывать, когда на благодарность. Мужчина становится как бы другого. Не досягаемый, если в него вкладывать. Ну, постепенно, если и дальше, он становится благодарным и начинает уже насти себя благородно по отношению к женщине. Почему мужчина не ведет себя женщиной так? Мешает эгоизм. Он как работает мышлением? Он думает, ты мне делаешь, как мне надо. Нет. Поэтому я тебе не буду делать, как тебе надо. Сначала деньги, потом стулья. Да. Можно, конечно, сначала стулья, а потом деньги, но деньги вперед. Вот так мы живем. Мы всегда не согласны делать что-то хорошее, если человек ничего хорошего не делает. Не согласны. Не согласны. А надо, наоборот, быть самодостаточным от Бога, и тогда ты можешь хорошему человеку делать, и это и есть твои личные границы. Границы – это не шерсть вот так надувать и рычать. Границы – это твоя степень понимания человека и любви. Понимание означает не жди от него того, чего он не может дать. А любовь означает служи и… Понимаешь, что это служение и даст тебе результат потом в будущем. Там, понимаете, там как в пропасть шагать все время. Вот человек думает, блин, я сейчас, ладно, по лекциям буду все делать. И он чувствует, такая несправедливость, капец, я все делаю, ничего не делаю. И вот этот вот шаг в пропасть, он очень сложен. А потом приходит время, человек понимает, что он страдает-то не из-за того, что близкий человек не оценивает, а он страдает потому, что он не для того делает, делать-то надо, для удовлетворения Бога все. Надо вот здесь внутри смотреть, что получилось, когда ты сделал, а не смотреть в глаза близкому человеку. Иногда ты чувствуешь, что Бог тобой доволен, вот здесь и начинаются лишние личные границы. Самодостаточным человек становится. Хочешь – благодари, хочешь – не благодари. Мне нравится вот фильм «Белое солнце в пустыне». Там всех показали самодостаточным. Сухов подходит к Саиду, он такой, по шею зарытый такой. Вообще, нормально, по-доброму настроен. Но обычно люди там сутки в пустыне, там сухость во рту пить хочет. Помните, как я его пою, он там заклеплется на теле. Вообще нормально. Тут начал спокойно откапывать его, тоже ничего, как бы ни за, ни против, так копает спокойно. Откопал, он тоже никуда не дергается. Потом спрашивает, у тебя кто зарыл? Абдулла, тоже без ненависти, как бы у него губы не запряслись. Все нормально. Динамик бросили, закурил, назад бросил. Все спокойно потом подружились. Классно же так жить. Не ждали ничего и не обвиняли. Личные границы, это когда ты смотришь, как человек реагирует на твое служение. Три типа реакции. Первый тип реакции. Конечно, мне надо служить. Правильно ты говоришь, Виталий Геннадьевич, в лекции. Слушай лекции, как служить своему мужу. И у нас все будет нормально. Первый тип реакции называется реакция к невежеству. Человек не благодарен от слова совсем. Это нормально? Нормально. Надо это нормально воспринять, потому что все такие. Второй тип реакции это понимание, что человек вкладывается в отношения. Внешне показывает человек, что он не благодарен, а внутри благодарен. Почему он не может внешне показать, что он благодарен? Он боится. Он боится, что ты обнаглеешь и потом не будешь так жить. Страх такой. Желание контролировать человека, манипуляции. И третий вид реакции – благодарность. Невежный человек вообще не понимает, что ему служит бескорыстно. Страстный понимает, но боится благодарности. Благостный благодарит радостно. Почему благостный благодарит? Потому что он ничего не боится, он завис от Бога. Он знает, что ничего страшного пусть даже обнаглеет близкий человек. Когда ты благодаришь человека, есть вероятность, что он обнаглеет или нет? Стопроцентная вероятность. Наглеет все. Даже Олег Геннадьевич. Я вот сейчас на лекции постоянно наклею. Столько внимания. Ну, надо идти к этому постепенно. Как вы думаете, как определять будущее? Можно научиться будущее? Бог ничего не скрывает. Знаете? И сердце, если ты с Ним взаимодействуешь, он все тебе легко может дать знание, но через определенные знаки, символы. Это язык знаков, язык Бога. Если ты поймешь, то ты легко сможешь понять. Но здесь есть одно правило. Вот, допустим, ты хочешь увидеть будущее, надо смотреть на него очень позитивно. Потому что будущее – это энергия Бога. Это не энергия вид какой-то там. Если человек смотрит в будущее, там, все погибли. Он ничего не видит. Будущее, если ты хочешь увидеть события в будущем, надо смотреть на все очень позитивно. И тогда негатив ты увидишь в том ключе, в котором он будет на сам день. На человека, если ты хочешь понять человека, смотри очень позитивно, негатив увидишь в тех рамках, которые есть у этого негатива. Но если ты будешь смотреть негативно, ты раздуешь в нем плохое, хорошее не увидишь совсем. Ну, то есть у нас такая колоссальная склонность раздувать плохое, что если ты со всей силы хочешь видеть хорошее, то тогда ты увидишь трезвый человек. А если ты со всей силы будешь видеть, пытаться плохое, ты вообще ничего никогда не увидишь. Ты увидишь только одну иллюзию. Понимаете? Поэтому, когда человек реально служит человеку, учится видеть в нем хорошее, тогда он способен выстроить дистанцию. Как это происходит? Когда человек служит человеку, он видит реакцию. Первая реакция – неблагодарность. Значит, человек не готов к отношениям. Дистанция такая. Ничего не жду от человека. Просто служу ему. И молюсь Бога о том, чтобы Бог дал знания этому человеку. И типа, Бог, ну дай ему знания быстро. Нет, так. Просто свободно. Бог сам найдет, как ему помочь. Это не твое дело. Вот хотите наказать человека, есть два варианта. Первый вариант – вы его обязаны наказывать. Например, вы прокурор или милиционер или мать, отец. А второй вариант – это не ваше дело его наказывать. И если не ваше дело его наказывать, допустим, старший провинился, и он требует, нуждается в наказании человека. Вы тогда просто к Богу обратитесь и скажите, а Бог заставляет тебя наказывать. Он тебе в сердце говорит, накажи его, накажи. И ты такой, ага, ага, ага. У тебя сильное желание ему там сказать, там наказать. А ты чувствуешь, нельзя, это же старший или там просто, это не мое дело, там что происходит. И что надо сделать? Надо пересилить себе аскезы, пересилить желание сказать что-то, наказать и сказать Богу. Это твой человек сам наказывает. Ничего меня мучить. Им.